Томас Манн. Рождество 1941. И снова Рождество, немецкие слушатели. Военное Рождество. Третий и не в последний, увы, долго еще не в последний раз. Ваши правители почитают за лучшее признаться вам, по крайней мере, в этом, что вам предстоит долгая и тяжкая борьба с кровавым Рождеством год из года. Они говорят, этого требует обстановка в мире. Обстановка, которую они и создали. Вы можете им в порядке исключения поверить в то, что они говорят и о чем умалчивают. И что вы и сами чувствуете. Никакой Зигфрид не ждет вас с победоносным миром на выходе из вашей борьбы. Потому что победа Германии не означала бы мира. И человечество должно и будет препятствовать миру, который планирует ваш фюрер. Снова военное Рождество одно из многих. Оно пройдет скромно. Не хочется ли вам скорее, чтобы этого праздника больше и вовсе не было? Чтобы о нем не надо было хлопотать, придумывать друг для друга подарки, по которым неплохо заметен упадок материальной жизни, не говоря уж о душевном состоянии, в котором вручаются и принимаются эти дары. Каково вам на душе немцы в этот праздник мира, праздник сошедшего к нам, рождающегося для людей милосердия? Верно ли я чувствую, что вас при этом наполняют стыд и безграничная тоска? Тоска по невинности, прочь из пуд безумной вины, в которых вы запутались. И стыд, жаркий стыд перед любящим духом этого праздника. Оглянитесь, что вы натворили. Что станется с Европой, что станется с вами самими в ходе долгой и жестокой войны, которую вам обещают с наигранной откровенностью? Если бы отчаяние начало проникать в ваши души, это было бы славно немцы. Это было бы началом добрых перемен. Отчаяние – это хорошо, это лучше, чем трусливое хвостовство. Из отчаяния, если оно только достаточно глубоко, ведет подъем новая надежда, возрожденный свет. Посмотрите, рождественская звезда, за которой держит путь человечества, горит и светится даже сквозь плотный кровавый туман этого времени. То звезда мира, братства и правосудия. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok